Казахстанские выпускники бурно отметили последний звонок. Прощание со школой некоторым запомнится массовыми драками, беспорядками на дорогах и крупными штрафами. В Алматы две девушки жестоко избили сверстника. Издевательство сняли на камеру мобильного телефона. На хулиганок уже завели уголовное дело. В Мангистаусской области после потасовки задержали полсотни школьников. Родителям пришлось публично извиняться за непристойное поведение своих детей. Корреспондент КТК Бахытгулю Касова собрала хронику последнего звонка. Такой агрессии пока не ясно. Были все фигуранты установлены, доставлены в полицию. Их действием была дана квалификация. Это статья 293, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, хулиганство, совершенное в группе лиц. Действием несовершеннолетних будет дана правая оценка, и они ответят строго по закону. А это уже Мангистаусская область. Последний звонок в селе Буранку Бенеусского района завершился настоящим скандалом. Полсотни школьников устроили массовую драку. Юноши в костюмах и лентах выясняли отношения на кулаках. Некоторые из них бросали камни. В отделение полиции доставили 47 человек. Все они несовершеннолетние. Обошлось без жертв и пострадавших. Правоохранители открыли уголовное дело. А родителям пришлось публично извиняться за поведение отпрысков. Мы, как родители, сожалеем о случившемся и хотим заверить, что среди подростков никто не пострадал. Также хотим отметить, что в произошедшем конфликте нет вины учителей. Мы приносим извинения за действия наших детей. Уже настоящей выпускной традицией стали гонки на дорогах. В Алматинской области были замечены сразу несколько картежей с выпускниками. Иномарки мчались на высокой скорости под громкую музыку. Водители грубо нарушали правила дорожного движения. Всячески игнорировали знаки и разметку. А еще двигались по встречной полосе. Девушки и юноши высовывались из окон, кричали и размахивали руками. Задержаны участники двух автокортежей, грубо нарушавших правила дорожного движения на дорогах региона. Автомашины водворены на спецстоянку. Водители привлечены к ответственности за многочисленные нарушения. К родителям несовершеннолетних пассажиров, также нарушавших требования по безопасной перевозке пассажиров в транспортных средствах, приняты меры административного воздействия за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов их детей. К счастью, обошлось без ДТП. Веселье выпускников длилось недолго. Лихачами заинтересовались полицейские. Теперь юных нарушителей и их родители ожидают разбирательства и штрафы. Бахыт Гулёк Асва, Алмаз Нурдос, КТК.